Ровно 30 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Тысячи жителей Алтайского края участвовали в ее ликвидации. Памятные мероприятия сегодня проходят по всей стране, в том числе и в Алтайском крае. Например, в Топчихе проходит митинг в честь жертв Чернобыля. На месте работает наш корреспондент Ольга Штополина. Выходит на прямую связь со студией. Оля, здравствуйте. Расскажите, как проходит мероприятие? Здравствуйте, Дарья. Сейчас это врач Центральной районной больницы, главный врач призывной комиссии. А 30 лет назад он был начальником медицинской службы батальона непосредственно в Чернобыле. И вот что вспоминает он. Я и был на настоящей войне, это в Чечне, да, и плюс в Чернобыле. Не знаю, что страшнее. Потому что все, что неизвестно, то страшно. И тем более, когда увидел первых пожарных, которые погибли, это расчеты подполковника Телятникова, когда погибли 28 человек пожарных, я их видел. Это страшно, конечно. Как сказал мой товарищ, бывший афганец, да, лучше, говорит, афганская пыль, чем чернобыльская пыль. Я добавлю, всего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции принимали участие больше 2000 жителей Алтайского окрая. Отсюда из Топчихи в Чернобыль уехали около 200 человек. И сейчас в эти минуты в Большом зале Дворца культуры начинается чествование тех, кого называют ликвидаторами, называют героями. Однако они свой героизм медалями и орденами не меряют. Для ликвидаторов самое главное, что сейчас уровень радиации в районе Чернобыля в тысячу раз меньше, чем весной 1986-го. Ольга Штополь, Алексей Шаульский, Антон Стрельцов. Новости. Да, Ольга, спасибо. Я напоминаю, на прямой связи со студией была наш корреспондент Ольга Штополь. Она работает в Топчихе. О том, как сегодня живут алтайские ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, какую поддержку им оказывает государство и как в крае увековечат память о погибших. Скоро обо всем этом в программе интервью дня. Мой коллега Владимир Токмаков поговорил с президентом Алтайской общественной организации «Семипалатинск-Чернобыль» Сергеем Корсаковым. Смотрите интервью сегодня после выпуска новостей в 17 часов. А пока к другим темам. Продолжение следует...